Всем привет, я Анна Оськина и в этом видео покажу, как сделать миниатюрный пеленальный столик своими руками. Недавно я стала мамой и сразу же появилась идея сделать детскую комнату в миниатюре. Ставь лайк, если любишь всю эту милоту. В прошлом видео я показывала, как сделать кроватку. А в этом пеленальный столик и разные маленькие вещички для детей. Пеленки, подгузники, разные кремы. Подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. А мы начинаем. Сначала я делаю сам пеленальный столик. Для этого беру два одинаковых прямоугольника переплетного картона толщиной 3 мм. И также мне понадобятся вот такие деревянные шпатели. Я их купила в хозяйственном магазине. Из этих шпателей я отрезаю полосочки, которыми обклеиваю переплетный картон с четырех сторон. Чтобы получились небольшие бортики. Приклеиваю сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Таким образом, чтобы не было никаких зазоров и они плотно держались друг с другом. После того, как склеила два вот таких подносика, приделываю ножки. Ножки я сделала из этих же деревянных палочек. Приклеиваю сначала верхний подносик. Это верхняя часть пеленального столика. Непосредственно сам столик. И нижнюю часть полочку. Приклеиваю на клей момент кристаллом, прозрачный и не оставляет следов. Когда клей хорошенечко просох, покрываю пеленальный столик белой матовой акриловой краской. Я люблю именно матовую краску, мне кажется, что она лучше ложится. И покрываю в три слоя. После того, как краска просохнет, покрываю пеленальный столик полуматовым лаком. И сам столик будет полностью готов. У меня самой такой же простецкий столик из икеи. Я хочу сделать корзиночки для мелочей. Для этого нужно склеить сначала основы для этих корзинок из картона. Тут сильно не заморачиваюсь и склеиваю вот такие небольшие коробочки. Беру экструдер и полимерную глину бежевого цвета. Вставляю полимерную глину в экструдер. Использую насадку с маленькими дырочками. И выдавливаю вот такие вот длинные нити лапшу. Отрезаю эти нити. Беру две штучки и перекручиваю их между собой. Чтобы получился вот такой вот жгутик. Из этих жгутиков вяжу корзинки. Сначала просто закручиваю небольшую улиточку. Затем продолжаю закручивать, закручивать, закручивать. Накладываю эту улиточку на коробочку, которую я только что склеила. И продолжаю закручивать таким образом, чтобы края загибались с разных сторон этой коробочки. Где нужно делаю плотнее, где нужно поддавливаю, придавливаю. Полимерная глина очень пластичный материал. Если ниточка кончилась, просто беру следующую и продолжаю накручивать дальше. После чего эти коробочки отправляю запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После запекания, когда коробочки остынут, аккуратненько снимаю корзинки. И у меня получаются две очень милые одинаковые корзиночки, которые я буду использовать в моем пеленальничке. Баночки. Для детей существует огромное количество разных кремов, мазей, присыпок, масел и вообще очень-очень-очень много всего. Поэтому мне хочется сделать несколько разноцветных баночек, чтобы сымитировать вот это вот все многообразие. Я катаю шарик, немножко вытягиваю его с одной из сторон, приплющиваю, обрезаю дном и у меня получается уже флакончик. Катаю колбаску другого цвета, отрезаю небольшой кусочек, который станет крышечкой этого флакончика. Присоединяю крышечку к самой баночке и уже такая вот одна штучка готова. Катаю небольшую колбаску, приплющиваю ее с одной из сторон и у меня уже получается тюбик. Отрезаю с плоской стороны, плоскогубцами с рифленым краем продавливаю и имитирую фабричную склейку. Катаю в шарик небольшой кусочек полимерной глины, придавливаю и ставлю к этому тюбику, чтобы получилась крышка. Катаю еще один шарик, затем раскатываю его по поверхности, чтобы получился небольшой бочонок. Чуть его придавливаю, расплющиваю шарик более темного цвета, чтобы получилась крышка. Присоединяю и у меня получается вот такая вот маленькая приплюснутая баночка. Точно таким же образом, как я делала тюбик голубого цвета, делаю тюбик розового цвета. Придавливаю колбаску с одной стороны, имитирую фабричную склейку плоскогубцами и делаю для нее крышечку. Катаю еще одну колбаску, отрезаю с одной стороны, чтобы получилась бутылочка. Сверху делаю небольшую крышечку. На крышечку вырезаю маленький треугольничек из кусочка полимерной глины, чтобы сымитировать дозатор. Это такая баночка с кремом с дозатором. И все эти баночки отправляю запекаться на 30 минут при температуре 110 градусов. Пока баночки запекаются, выбираю различный декор, которым бы я хотела их украсить. Это наклейки для ногтей. Очень люблю ими украшать всякие маленькие вещички для кукол. Вырезаю понравившиеся цветочки и накладываю их на мокрый ватный диск. Баночки уже запеклись, наклейки уже размокли и можно украшать. Я просто снимаю с бумажки вот эту наклейку, присоединяю на лак на баночку и наклейка приклеивается. Конечно же здесь лучше воспользоваться пинцетом, потому что руками все это подцепить будет очень проблематично. Украшаю все баночки цветочками. И также у меня есть наклейки с небольшими словами серебряного цвета. Мне хочется на некоторые баночки приклеить еще и их, чтобы получились как будто бы названия этих средств. Ну а дальше все баночки покрываю глянцевым лаком. Я люблю покрывать в два слоя, чтобы он получился более такой глянцевый и насыщенный. Итак мы переходим к подгузникам. На бумажке я нарисовала примерную форму для подгузников и вырезаю ее. Сами подгузники я буду делать из фетра. Хотя в принципе можно взять и какие-то салфетки, либо кусочки ткани, что только угодно. Складываю фетр пополам и прикладываю бумажный шаблон подгузников. Обвожу ручкой и вырезаю. У меня получаются вот такие вот подгузники. Они бывают разных цветов, разных фирм, бывают с картинками, однотонные. Поэтому здесь можно выбрать абсолютно любой цвет. Их можно свернуть и положить в одну из корзиночек. Кстати это очень удобно. Я тоже достаю подгузники из пачки. Складываю все вот в такую же примерно корзиночку. И при необходимости достаю и использую. Для удобства использования на куколке можно подрезать эти хвостики с одной из сторон. Потому что задние хвостики они длиннее, они приклеиваются спереди. И я подрезаю все подгузники таким образом. Итак попробую нацепить его на мою маленькую пупсичку. Получается вот так. Я смазала длинные хвостики клеем и мне кажется это очень мило смотрится. Для пеленального столика сверху я делаю матрасик. Это кусочек фетра, который я загибаю по бокам и склеиваю эти части. Чтобы ребенок не ударялся о края, если вдруг он будет перекатываться. И кладу этот пеленальный матрасик на сам столик. Я подготовила много разноцветных пеленочек. Это просто кусочки ткани. Их даже можно никак не обрабатывать, потому что я их просто положу в пеленальный столик. Все эти кусочки ткани я проглаживаю таким образом, чтобы они свернулись пополам и еще раз пополам. Получается вот такой сверток, который я складываю стопочкой. И складываю эту стопочку непосредственно в сам пеленальный столик на полочку. Одну пеленочку я сделала поменьше по размеру пеленального столика. И кладу ее сверху. И можно попробовать положить сверху малышку. Ну как? В результате у меня получился вот такой белый пеленальный столик в миниатюре. И куча маленьких вещичек для детей. Пеленки, подгузники, разные кремы. Все что нужно мамочке и малышу. Ставь лайк, если понравилось. У меня дома тоже такой же примерно пеленальный столик. И все тоже вот это вот все маленькое, миленькое. Только большое тоже есть. В прошлом видео я показывала как сделать кроватку. Если еще не видели, обязательно посмотрите. Она очень милая, белая, приятная. И в одном из следующих видео я продолжу строительство комнатки. И сделаю еще что-то для милого малыша. Мне очень хочется сделать для него игрушки. И сделать кресло-качалку для мамочки, которая бы качала этого малыша на нем. Кстати, под видео вы можете предложить идеи, чего еще не хватает в детской комнате, чтобы вы хотели, чтобы я уменьшила. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новых встреч и в моих новых видео.